С вами канал Учебник Слух. География, седьмой класс. Тема урока – природные ресурсы земной коры. Самый первый ресурс земной коры, который понадобился человеку – территория, на которой он поселился. Эту территорию он и начал обживать, строя жилища, возделывая землю и постепенно осваивая все новые виды хозяйственной деятельности. В древности, когда свободной земли было много, освоение новых участков зависело в основном от желания и технических возможностей людей. Сначала осваивали самые удобные территории – равнины, по которым текли полноводные реки, а также плодородные межгорные долины. Затем наступала очередь менее удобных участков, освоение которых требовало все больше сил и средств. Когда же неосвоенных участков планеты осталось немного, земельные ресурсы превратились в самый ценный вид природных ресурсов. Почти сразу же, вместе с освоением территории вширь, люди стали проникать и вглубь, чтобы использовать богатство недр земли – минеральные ресурсы. Минералы и горные породы человек использует уже многие тысячи лет. Сначала из самых доступных камней делали орудия труда и примитивные украшения. Потом из железной руды научились выплавлять металл, а каменный уголь стали использовать как топливо. А сегодня человек добывает самые разные полезные ископаемые, чтобы превратить их в огромное количество продуктов. От топлива для автомобилей и ракет до простой соли на нашем столе. Земельные ресурсы – это территория, пригодная для расселения людей и размещения объектов их хозяйственной деятельности. Минеральные ресурсы – это природные вещества земной коры, пригодные для получения энергии, сырья и материалов. Давайте запомним, из всех видов природных ресурсов с земной корой более всего связаны земельные и минеральные ресурсы. Вы знаете, что земная кора сложена горными породами, состоящими из минералов. Вы также помните, что горные породы, как и минералы, различаются по происхождению. Большая часть толщи горных пород представлена магматическими и метаморфическими породами и в основном скрыта от человеческого глаза под осадочным чехлом, а также под слоем почвы и растительности. Но иногда их можно видеть и на поверхности, например, в гранитных массивах щитов платформ, на склонах вулканов. Большая часть поверхности сложена осадочными породами. Горные породы участвуют в круговороте веществ на Земле, испытывая множество превращений. Рассмотрите рисунок. Прорываясь в толщу земной коры, расплавленная магма начинает остывать и кристаллизоваться. Формируются магматические породы. Если магме не удается сразу выйти на поверхность, она медленно остывает, образуя сначала крупные, а потом мелкие кристаллы. И превращается в глубинную горную породу, такую, как гранит. В куске гранита, например, невооруженным глазом можно разглядеть кристаллы кварца, полевого шпата и слюды. Если же магма изливается лавой при извержении вулкана, образуется излившаяся порода. Лава быстро остывает, и часто кристаллы не успевают образоваться. Тогда образуется корка, похожая на стекло, например, на вулканах Гавайских островов. В результате движения земной коры глубинные породы могут быть подняты на поверхность. Тогда они, как излившиеся, начнут разрушаться, а их обломки будут сноситься водой, ветром, склоновыми процессами, в понижение рельефа и на дно океанов и морей. Накапливаясь слой за слоем, рыхлые отложения уплотняются и превращаются в осадочные породы. Так, например, образуются песчаники со слоистой структурой. И осадочные, и магматические породы могут при движениях земной коры оказаться на большой глубине, где под влиянием высоких температур и давления превратятся в метаморфические породы. Давайте запомним. Горные породы и минералы испытывают множество превращений, участвуя в круговороте веществ в природе. Полезные ископаемые – это та часть минеральных ресурсов, которую можно выгодно использовать в хозяйстве. Например, месторождение железной руды выгоднее всего разрабатывать, если содержание железа в ней более 50%. А платину или золото добывают даже если их содержание в породе совсем мало. Люди за свою историю нашли очень много месторождений полезных ископаемых и очень много уже выработали, причем нередко нанося вред окружающей среде. Но производство требует все больше и больше сырья и энергии, поэтому работа геологов не прекращается. Специалисты разных отраслей ищут все новые технологии добычи и переработки полезных ископаемых, находящиеся в труднодоступных местах или содержащих не слишком высокую долю полезного минерала. Рассмотрите карту, на которой показаны самые крупные месторождения мира, и сопоставьте их распространение со строением земной коры. Во-первых, вы видите, что полезные ископаемые найдены на всех материках, а также на дне морей рядом с берегами. Во-вторых, размещены полезные ископаемые неравномерно, и набор их на разных территориях различен. Например, в Африке, представляющей собой, как вы уже знаете, древнюю платформу с многочисленными выходами фундамента, огромное количество полезных ископаемых. К щитам платформы приурочено месторождение руд черных, цветных и редких металлов, назовите каких, изучив легенду карты, а также золота и алмазов. Сравнив расположение щитов древних платформ и размещение рудных ископаемых на других материках, вы обнаружите примерно ту же картину. Кроме того, рудные ископаемые, конечно, есть в горах. Там тоже залегают магматические и метаморфические породы. Добычу ведут в основном в более древних, разрушенных горах, потому что в них, ближе к поверхности, располагаются те магматические и метаморфические породы, в которых содержатся рудные полезные ископаемые. Однако в Андах разрабатываются богатейшие месторождения цветных металлов, прежде всего меди и олова. Значение топливных полезных ископаемых – газа, нефти, угля – в современном мире колоссально. Давайте запомним. Рудные полезные ископаемые чаще всего приурочены к щитам древних платформ и древним складчатым областям. Месторождения нефти и природного газа связаны с плитами древних и молодых платформ, шельфами морей, предгорными или межгорными впадинами. Размещение полезных ископаемых связано со строением земной коры и историей ее развития.